Скрывавшегося с места преступления водитель остановил щит с ценами на бензин на АЗС. От удара машина потеряла управление и наехала на видевшегося и остановившегося неподалеку водителя скутера. Серьезными травмами мотоциклист был доставлен в больницу. За несколько минут до этого в селе Урок у юго-западного кладбища Бишкека этот же водитель наехал на 23-летнюю девушку с коляской, в которой находилось двое ее малолетних детей. По словам очевидцев, перед аварией она успела отбросить их в сторону. По дороге в больницу сама молодая мама скончалась. Пусть он признает свою вину. Двух девочек оставил сиротами. Дочка позвонила мне за 15 минут до аварии. Сказала, что единит закинула. Когда мне сообщили, я не поверила. Сказала, мы же только что разговаривали. Дочка с мужем полтора года там уже жили. Хотели новый дом строить. Я сама в Джалабаде живу. Приехала, как только мне позвонили. А мою девочку уже отвезли в морг. Две дочери погибшей, одной два годика, другой нет еще и трех месяцев, были доставлены в Бишкекскую детскую больницу. Если старшая отделалась сотрясением и ссадинами, младшая находится сейчас в реанимации. Чтобы определить степень тяжести ее травм, предстоит дальнейшее обследование. Сотрясение головного мозга, ушибы, ссадина подбородка, ушиб правоколенного сустава. Состояние на сегодняшний день у Кельдебековой Айдана, два годика, стабильное. А состояние младшей девочки, у Фатимы, у нее стабильно тяжелое пока. После второй аварии на машине с места преступления водитель сбежать уже не мог. Джип Инфинити, на который передвигался преступник, был с российскими номерами. Но, как сообщили в милиции, сам водитель – гражданин Кыргызстана. Им оказался некий Рустам Джалилов, находившийся, по словам очевидцев, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда на месте происшествия прибавилось народу, преступнику каким-то образом все же удалось скрыться. Для розыска Джалилова Рустама Артуровича 1981 года рождения сейчас прилагаются все усилия – следственным управлением и управлением уголовного розыска. В МВД и ГУВД это дело уже находится под особым контролем. Кроме того, по некоторым данным, преступник мог пересечь границу с Казахстаном. Мы отправили запросы, все ориентировки нашим казахским коллегам и пограничникам. По месту совершения преступления расследование по факту проводится Суколукская РОВД. Согласно Уголовному кодексу, за совершение наезда со смертельным исходом, не оказание помощи пострадавшему, а также побег с места преступления, преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.